В этом фото-проекте участвуют только девушки, а среди предметов одежды, которые подготовили стилисты, в основном вещи из мужского гардероба. Это проект, он называется «Мужское в женском». Это наш любимый проект. У нас просто сложилась уже историческая команда, где каждый занимается своим делом. У нас это получается замечательно. Наш фотограф Маша Мережникова, она снимает обложки в Екатеринбурге журнальные, и она всегда выбирает с собой своего визажиста Алину Мезинову. Девочки, которые занимаются волосами, это мама с дочерью Марина и Маша Новиковы. Самый главный человек, я считаю, это наша Катя Леднева, это организатор. Без нее бы это вообще ничего не случилось. Конечно, я, я сегодня не одна, у меня есть помощница Рината. Вместе получается намного лучше. Обычно стилисты предпочитают использовать в фотосъемке аксессуары из категории бижутерии. Но на этот раз сделали исключение из правил, пригласив в качестве партнера не просто салон драгоценностей, а брендовый ювелирный магазин «Камзол». Девушки примеряют на себя мужские образы. Выглядит это достаточно здорово, динамично, так как весьма актуально на сегодняшний день. Мы же со своей стороны предоставляем украшения, ряд украшений, которые подчеркнут непосредственно женственность. Так как образы в плане одежды, они все-таки мужские, знаете, такие некие 90-е, грубые пиджаки, брюки широкие. И все-таки хочется подчеркивать всегда женственность, и это мы делаем за счет наших украшений. Я предпочитаю драгоценностей каких-то европейских ювелирных домов, потому что они выглядят как будто бы вне времени. Ну даже не как будто бы, а действительно они вне времени. Они лаконичные, они, ну не знаю, взвешены по цвету, по массе, они прекрасные. И они подходят к очень многим комплектам, как вечерним, так и дневным. Очень разным возрастам женщин подходят. Саша показала мне примерно, как она видит данный проект. Она показала мне образы, которые будут. И мы выбрали несколько коллекций украшений, которые подойдут для сегодняшней фотосъемки. Я вообще в третий раз в подобном проекте участвую. Мне очень нравится. Это расслабляет, добавляет уверенности в себе. Тем более девочки всегда подбирают интересные наряды, интересные образы, интересные украшения. И в итоге на выходе получаются бомбические вообще фотографии. Это совсем другое состояние души, когда ты надеваешь оригинальные вещи. Поскольку я стилист по волосам, и для меня очень важно, когда волосы перекликаются с украшением. То есть нужно обязательно подобрать текстуру для украшений и быть в тренде, быть модной, чувствовать себя красивой женщиной и дорогой. Сейчас украшения, их нужно действительно надевать с очень большой долей самоиронии. Шутить в первую очередь необходимо над собой, и тогда действительно все украшения, которые вы надели, они будут выглядеть очень ярко и незабываемо. Ну а как носить? Сейчас, слава богу, нет каких-то законов ношения украшений, и их можно надевать так, как у вас просит душа. Ну если очень дорогое, то, наверное, редко. Я всегда сразу вспоминаю фильм «Красотка», когда он принес колье, оно было взято в аренду, и они поехали в оперу. Вот такие украшения, да, это надевается все по каким-то супер важным случаям и крайне нечасто. Мода сегодня, как никогда, переполнена провокационными вещами, и, пожалуй, единственная возможность с этим справиться – быть открытым ко всему новому. Для начала, хотя бы в момент фотосессии. Субтитры создавал DimaTorzok